Общедоступность множит риски В среде изобразительного искусства Но, тем не менее, систему безопасности Третьяковской галереи будут проверять Это подтвердили в Минкульте В течение двух недель могут быть приняты кадровые решения в отношении сотрудников музея Картину Куинджа и Петри Крым уже во вторник осмотрят специалисты Русского музея Санкт-Петербурга На выставку работ пейзажиста в Москве полотно уже не вернется Завтра же во вторник должен решиться вопрос о мере пресечения для подозреваемого В краже следствие будет настаивать на заключение его под стражу Все подробности этой истории в сюжете Николая Дубиня На официальном сайте Третьяковской галереи в разделе информации о выставке Архипа Куинджа Написано, что этот художник создал особый тип романтического пейзажа И совершил прорыв в художественных исканиях своего поколения Спустя век прорыв в области безопасности объектов искусства совершает человек Который не производит впечатления любителя романтических пейзажей Молодой человек сначала внимательно изучает картину Потом уверенно к ней подходит Снимает ее со стены и также уверенно выставку покидает Им оказывается 32-летний Денис Чуприков Как выяснится позже предприниматель из Крыма Согласно данным Федеральной службы судебных приставов За Чуприковым числится вместе с пене долго на 254 тысячи рублей Плюс по заявлениям МБД с декабря прошлого года Он находится по подписке о невыезде по статье 228 Хранение и распространение наркотиков За что задержаны? Беспонятно Какое преступление совершили? Я не совершаю преступление законопослушное разрешено на Россию Вы ранее судимы? Нет Привлекались к уголовному ответственности? Нет Никогда? Я не нарушаю Конституцию и законы Российской Федерации А за наркотики вы привлекались? Нет На территорию Российской Федерации? В декабре прошлого года? Нет В 18-м году? Нет? Где вы сегодня днем были? Где вы сегодня днем были? Мы плохо помним Наверное, надо освежить память Теперь ему может грозить до 15 лет лишения свободы По статье 164 Хищение объектов, имеющих особую ценность А вот ценность самой картины в Министерстве культуры оценить не могут Сообщая лишь о страховой сумме 12 миллионов рублей Если говорить об аукционной стоимости этой картины Мы ее даже предполагать не можем Поскольку не можем предполагать, что картина из Музейного фонда Российской Федерации Появится когда-либо на аукционе Поэтому все эти разговоры про то, что она на самом деле стоит там миллион долларов 5 миллионов долларов Это все из области таких фантазий И действительности не соответствует Но как самому в Министерстве, так и к руководству галереи У журналистов много вопросов Как так вышло, что смотрители так поздно объявили тревогу? Или во сколько будет стоить дополнительное оборудование экспонатов датчиками безопасности? Все последующие выставки Третьяковской галереи Несмотря на то, что их бюджеты уже давно сверстаны И спонсорские средства на это получены Будут оснащены подобными датчиками Но мы должны тоже понимать, что Это очень дорогостоящая история И это увеличивает бюджеты выставок Как и страхование на весь период экспонирования Если говорить о выставке Куинджи Там всего 700 квадратных метров То это примерно 2 миллиона рублей Что касается самой картины, то на выставку она уже не вернется Как только после следственных действий Она окажется в депозитарии Третьяковки За ней приедут специалисты русского музея Николай Дубинин, Игорь Сысков, РБК Предметы искусства Лакомный кусок для грабителей История 20-го, да и начала 21-го века Тому подтверждение Мы составили подборку самых громких музейных краж Подборку самых громких преступлений в сфере искусства Невозможно представить без кражи Пожалуй, самого известного в мире полотна Портрета Моны Лизы кисти Леонардо да Винчи Картину похитили из Лувра в августе 1911 года Преступником оказался сотрудник музея Стекольщик Винчензо Перуджио Знаменитую Джоконду он спрятал под пальто И беспрепятственно вынес из зала Два года следователи искали бесценный шедевр Все это время тот лежал в чемодане с двойным дном В парижской квартире грабителя Попался Перуджио при попытке продать Мону Лизу в Италии В тюрьме грабитель не отсидел и года Досталось от грабителей и полотнам Эдварда Мунка Его знаменитый Крик, а мастер написал несколько версий картины Похищали дважды В феврале 1994-го налетчики вынесли один из вариантов работы Из Национальной галереи Осло, меньше чем за минуту Бандиты требовали выкуп в миллион долларов за шедевр Но музей на сделку не пошел Преступников арестовали и отправили за решетку спустя несколько месяцев Благодаря спецоперации с участием Скотланд-Ярда Второй раз Крик выкрали из музея Мунка в Осло спустя ровно 10 лет А вместе с ним вынесли еще картину под названием Мадонна Вернуть произведение искусства смогли только спустя два года В грабеже участвовала целая преступная группировка Главари получили от 5 до 9 лет тюрьмы В 1991 году в Амстердаме произошло одно из самых массовых похищений произведений искусства в истории Из музея Ван Гога пропали сразу 20 работ знаменитого голландского художника Воры обчистили галерею после ее закрытия Преступления раскрыли в рекордные сроки Уже через 35 минут после пропажи все полотна нашли в брошенном автомобиле Практически все картины были повреждены За кражу осудили четверых человек В их числе были и сотрудники охраны музея Все получили от 6 до 7 лет тюрьмы А вот картина Рембрандта Портрет якобы Дегейна Третьего Даже попала в книгу рекордов Гиннеса Эту небольшую по размерам работу мастера Похищали аж 4 раза с 1966 года В шутку полотно стали называть Рембрандт на вынос Самое интересное, что картину каждый раз возвращали анонимно Под суд за кражу никто так и не попал Продолжим эту тему с нашим гостем В студии к нам присоединяется Михаил Миндлин Директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства По имени Андрея Рублева Михаил Борисович, здравствуйте Спасибо, что пришли Вам спасибо, что пригласили Как вы вообще, какая была ваша первая реакция, когда в воскресенье вы узнали об этой краже? Я вот читала новости, а глазам поверить не могла Ну шок, конечно Шок, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда Потому что такого не могло случиться Наши реакции тут абсолютно совпадают Если вот совсем в общих чертах, на ваш взгляд, что это? Халатность сотрудников музея, беспечность там руководства, гениальный преступник, равнодушные посетители Кто виноват? Или это совокупность всех факторов? Ну, отчасти, конечно, совокупность всех факторов С одной стороны, с другой стороны, это, конечно Но если он вменяем, похититель То это, конечно, гениальность Потому что абсолютный цинизм Беспредельная наглость Позволили ему просто вести в ступор Смотрителей, которые ничего не поняли, что происходит Ну, подошел человек Да, большой музей Очень много сотрудников Монтажников Может быть, по заданию руководства Он перемещает картину Возможно, для реставрации Возможно, для фотографирования Ну, может быть, любая задача И просто не могло прийти в голову Я так предполагаю Что с такой наглостью Можно украсть от Третьяковской галереи С таким покерфейсом Да, совершенно именно покерфейсом Подойти, просто снять со стены картину Размонтировать ее В любом музее теоретически может произойти Ну, вероятно, да Потому что Третьяковская галерея Это, как минимум, не последний музей Не только в нашей стране, но и во всем мире Это музей, который обеспечен И профессиональными сотрудниками И специализированной охраной Музей, который, в общем, гипотетически готов К противодействию кражам Гипотетически это очень верное, на мой взгляд, слово в этой ситуации Давайте чуть подробнее, действительно, об охране Третьяковки в частности И музеев вообще в целом поговорим Вот у Третьяковки контракт с Росгвардией В прошлом году на 16 миллионов рублей При этом Росгвардия охраняет только входы в музей На выходах дежурят уже сотрудники безопасности музея Ну и есть вот видеосигнализация на связи там с тревожной кнопкой с Росгвардией Но в мае прошлого года в зале, где висел Репин И где он был поврежден, сигнализация не работала почему-то Ну, я думаю, это исключение, которое говорит о правиле Что везде установлены сигнализации И думаю, что, конечно же, в 99-ти десятых сигнализация работает Она исправна, за этим следит штат сотрудников Внимательно следит Ну, а то, что недостаточное количество сотрудников Росгвардии Это совершенно очевидно Это такая весьма актуальная проблема Дело в том, что вот наш музей Не так давно, благодаря правительству Москвы И мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину Получил несколько зданий для своего развития, расширения Естественно, сегодня эти здания находятся в аварийном, руинированном состоянии Их надо приводить в порядок Но и территорию надо охранять Все эти здания в последующем придется охранять Мы, естественно, обратились в Министерство культуры С просьбой выделить дополнительные средства А сейчас у вас сколько на охрану? Вот на охрану главного здания сколько можно потратить? Я не могу вам сказать, я на память не помню Сумму, сколько стоит контракт с Росгвардией У вас тоже Росгвардия? Росгвардия, потому что мы особо ценный объект федерального значения И тут вариаций никаких невозможно? Никаких Нас охранились те же специалисты Росгвардии, что и Третьяковскую галерею Когда мы обратились в Министерство культуры Министерство культуры нас поддержало Мы обратились одновременно в Росгвардию И Министерство культуры, насколько мне известно, обратилось в Росгвардию А там сказали, что дело даже не в деньгах Которых, конечно же, не хватает на охрану всех музеев России А дело в том, что У них нет штатных единиц У них нет свободных сотрудников Для охраны музеев И вот в этом, мне кажется, заключается Серьезная проблема Какой-то парадокс В музее федерального значения должна охранять Росгвардия В Росгвардии не хватает сотрудников Музеи недополучают охрану Не хватает сотрудников, не хватает штатного расписания Они готовы бы, наверное, взять на работу Дополнительных сотрудников Но они не могут Нет ставок Нет ставок, попросту говоря А вы можете нанять еще дополнительно какой-то ЧОП? Вообще музей может? В принципе, музей может нанять ЧОП Но для этого нужны весьма серьезные средства Это очень серьезно Но и потом ЧОП Это не решение проблем ЧОП, это не Росгвардия У ЧОПа нет оружия ЧОП не имеет права задерживать, арестовывать, применять силу Он может только точно так же позвонить Росгвардию или полицию Вызвать наряд Но пока они это сделают То произойти может все что угодно У сотрудника Музейной службы безопасности есть такие полномочия? Нет, нету, конечно То есть даже если в каждом зале Поставить по хорошо подготовленному и тренированному мужчине Из числа местных безопасников Он не сможет остановить вандала с железным столбиком? Ну, он сможет преградить ему дорогу Но применять оружие и арестовывать, задерживать не имеет права Насколько мне известно Это хотя бы повысит ведь степень безопасности в музее? Вероятно Но вы понимаете, дело в том, что это не решение проблемы Это отчасти может решать проблему Но это дополнительные, очень серьезные средства Которые не всегда есть у государственных музеев У бюджетных организаций Дело в том, что провинциальные музеи Они не могут зарабатывать такие деньги Как Эрмитаж, Третьяковская галерея, Пушкинский музей Это такие знаковые флагманы Конечно, в Третьяковке годовой бюджет там в районе миллиарда рублей При этом на охрану тратится только 20 миллионов И два, ну действительно шокирующих случая Меньше чем за год там происходит Все-таки в чем вот главная проблема этой системы? Главная проблема, вот понимаете, например, нужно установить сейчас Насколько мне известно, Зельфира Измаиловна, директор Третьяковской галереи Поднимает эту проблему, что необходима система сигнализации Обеспечивающая контроль, доступ к каждому произведению Но это чрезвычайно дорого Это очень затратно В Третьяковке этим объясняли, что у них сигнализация Не каждой далеко картине подведена Это колоссальные деньги, это колоссальные затраты Понимаете? Идут периодические выставки И нужно обеспечивать каждое привозное произведение Которое будет экспонироваться на этой периодической выставке Необходимо обеспечивать вот такой индивидуальной сигнализацией Ну есть еще и другие формы сигнализации Когда там, скажем, лазерный луч отсекает зрителя Который ты пересекаешь Но это тоже очень дорогие устройства А так как конфигурация выставки В процессе ее организации, дизайнерского решения В зависимости от дизайнерского решения Периодически меняется То, естественно, нужно постоянно корректировать Менять и переустанавливать Эту систему сигнализации Или вот заморачиваться за систему сигнализации Тратить на это действительно больше денег Тратить Тратить и решать на уровне правительства Выделение дополнительных представителей Сотрудников Росгвардии Для обеспечения полноценной охраны Я думаю, это системная проблема для наших музеев Ее надо решать исключительно на уровне правительства Ну не может быть такого Что у музея появляется необходимость В охране своих помещений В охране своих пространств Выставочных площадей, произведений А Росгвардия говорит, что Отвечает, что у них нет штатных единиц Некем, извините Это странно Когда Росгвардия говорит Нам вы деньгами проблему не решите У нас людей нет И самое главное, что мы не можем их взять Не имеем права Парадоксальная ситуация Я повторюсь Михаил Борисович, ну и прямо полминутки у нас остается Мы сегодня все вспоминали музеи Там Италии, Франции, Испании Там не бабушки-смотрительницы, как правило А такие крепкие тоже мужчины Которые очень строго с посетителями обращаются Ну я, по крайней мере, такое видела У нас, может быть, тоже имеет смысл Какие-то требования к смотрителям вести? Вопрос денег Понимаете? Пойдет ли крепкий мужчина на 15 тысяч рублей? Совершенно верно Ну не на 15, даже на 20, на 30 На полный рабочий день Большой вопрос И этот человек должен быть элементарно подготовлен Конечно Как минимум К сожалению, вопросов больше, чем ответов Проблем больше, чем их решений Михаил Борисович, спасибо вам за объективность И за то, что вы честно нам нарисовали вот эту картину Михаил Миндлин, директор Центрального музея Древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева В программе «Что это значит?» на РБК Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому